Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Горячая линия» и с вами каждую среду я ее ведущий Андрей Острев. Сегодня мы опять снова говорим с муниципальной властью. И как вы знаете, все у нас был достаточно трудный момент подключения тепла. Тепло принесло нам не только уют в квартиры, но еще дополнительные платежи. И мы по многочисленным просьбам наших зрителей и тех, кто нам пишет в сети Facebook, делаем еще одну программу, посвященную субсидиям. Все-таки платежи достаточно весомые. И сегодня мы пригласили в студию снова Елену Харитонову. Добрый вечер, Елена! Сегодня мы будем отвечать на практические вопросы. Поэтому, пожалуйста, по телефону, который вы видите на экране, звоните, задавайте свои вопросы. Мы будем обсуждать сегодня как раз те нюансы, с которыми, возможно, столкнетесь вы при оформлении или при оплате платежей, которые будут приходить уже нас с этого месяца. Ну, давайте, с чего начнем? Начнем. Не хотелось бы говорить с подведения итогов, но несколько цифр я хочу привести. Закончился неотопительный период. Мы пережили его. Мы назначили достаточное количество, по крайней мере, тех, кто к нам обратился, обработали заявления и декларации. И на 1 октября этого года мы вышли с таким результатом, что получателям субсидий в том или ином размере у нас было 65 тысяч семей города. Это недостаточная цифра, потому что все-таки те платежи, которые придут к нам в конце октября, в начале ноября, будут достаточно, как вы правильно сказали, весомыми. Поэтому уже сейчас мы должны констатировать, вот с 1 октября мы приняли около тысячи заявлений. То есть люди идут, люди поверили программе жилищных субсидий и идут для того, чтобы оформить субсидии. Но и законодательные моменты не оставляют нам времени для расслабления. В сентябре месяце опять были изменения в положении назначения субсидий. И одни из самых значительных, я считаю, это то, что теперь при расчете субсидий в доход не будут учитываться стоимость санаторно-курортных путевок, средств реабилитации. И что более значимо, это компенсационные выплаты фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве. Это достаточные выплаты, которые выплачиваются. Которые давали возможность не получать субсидию, да? Ну, не в таком размере. Хорошо, давайте сразу начнем с практики. Я так понимаю, сегодня у нас будет горячая программа. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. У меня такой вопрос конкретный. В прошлом году субсидия была у меня оформлена, никаких вопросов к управлению нет. А в этом году у нас вчера поставили счетчик на дом. Нужно ли мне идти заявление какое-то писать или что? Спасибо, да. Это, кстати, проблема достаточно актуальна, потому что сейчас в связи с переходом в СМД. Кроме ОСМД, но и программа была по установке счетчиков, и даже вот у меня, я живу в доме невысоком, малоквартирном, даже у нас поставили счетчик. То есть я предполагаю так, что во многих домах поставили счетчики. Значит, во-первых, что я хочу сказать, что, конечно, законодательством предусмотрено сообщать о том, что это одно из условий, что получателю субсидии обязаны сообщать об изменении в составе семьи, комплексе услуг, которые им предоставляются, или условиях предоставления этих услуг. То есть установление наличия счетчика на отопление – это одно из тех условий, о которых нужно сообщить. Но если вам не удалось это сделать там или по причине того, что вы работаете, или закрутились, или забыли, при назначении субсидии, при перерасчете субсидии, при продолжении срока назначения субсидии, мы говорили, и я считаю, не лишним будет сказать о том, что даже тем людям, у кого летом была нулевая субсидия, при отсутствии отопления, обращаться в органы соцзащиты для переназначения субсидии ни с заявлениями, ни с обращениями не нужно. Мы автоматически пересчитываем на зимний период с учетом тепла эти субсидии. И при этом заказываем справочки из организации, которые предоставляют коммунальные услуги. И, как правило, если счетчик введен в эксплуатацию, и в организации, там, в ТЭЦ или в Теплокоммунэнерго, обозначено, что ваш дом оборудован прибором учета, то, естественно, мы это учтем. Другой вопрос, с какого момента, то есть сейчас, только переназначая, допустим, в октябре человеку субсидию, мы увидим, что счетчик был установлен там или в прошлом году, или был установлен, то есть в течение года, когда была субсидия, мы делаем автоматические перерасчеты, не запрашивая справки. И если человек нам не сообщил о том, что у него установлен счетчик, может быть погрешность в размере субсидии, То есть лучше все-таки обратиться, да? Да, да, которая при перерасчете будет учтена, и эти суммы будут сняты либо с лицевых счетов, либо нужно будет вернуть на расчетный счет департамента. Это касается счетчиков не только на тепло. В общем, если вам в этом году установили счетчик, если я все правильно понял, где-то на дом, на тепло, на воду, на газ, неважно какой счетчик, вам в любом случае нужно будет на всякий случай обратиться в управление, для того, чтобы этот момент был учтен. Хотя, насколько я понимаю, если кто-то один в доме обратился, то это на весь дом будет пересчитываться, или это все-таки индивидуально? Индивидуально. Обращайтесь, пожалуйста, в службу, сейчас он многократно расширен, насколько я знаю, там максимум стараются у кабинетов и создать побольше уют, скажем, при приеме. Сергей Вондаренко у нас был не так давно, говорил о том, что и в центральном районе он свои кабинеты отдал, чтобы было побольше места. Собственно, поэтому ответ такой, обращайтесь, если были счетчики, установлены в этом году. У нас есть следующий звоночек, добрый вечер, в эфире. Добрый вечер. Мы перейшли, мы находимся в 10-м ЖЭКе, перейшли в ОСНД с июля месяца. Теперь нашего ЖЭКа не существует. Теперь ЖЭК соединили и с 16-м ЖЭКом. И по кварплате нам идёт всё время, не нам, а идёт в ЖЭК 16, субсидия по кварплате. Уже июль, август, сетябрь, октябрь мы не получаем субсидию, потому что мы теперь в ОСНД, а наша субсидия идёт в 16-й ЖЭК. Мы уже скиньки туда обращались, а никто не решает эти вопросы. Спасибо. Я считаю, что вы туда и не должны обращаться. Я сегодня меня ознакомили с этой ситуацией, куда вы обращались, я не знаю. Но смотрите, какая процедура. То есть для перечисления государственных денег существует организация, государственная организация или ОСНД, у которой есть расчётный счёт, на куда перечисляются деньги. То есть при образовании ОСНД ЖЭК должен с баланса снять этот жилищный фонд, то есть передать этот жилищный фонд в ОСНД. ОСНД на основании уставных документов, там своя процедура есть, должен не зарегистрироваться, как это называется, открыть расчётный счёт для перечисления льгот и субсидий тем жильцам дома, которые имеют на это право. Я оставлю вам свой номер телефона, вы мне позвоните, потому что вот я знаю, что тот ЖЭК, который был, допустим, 10-м или 16-м стал, ну 10-м или 16-м, то есть он остался в структуре жилищно-коммунального хозяйства, то есть это же Пивдень, вот это вот коммунальное предприятие, то есть там они разберутся, куда эти деньги, ну не куда эти деньги, а на какие лицевые счета деньги-субсидии пойдут. Вы продиктите, пожалуйста, номер телефона, я попрошу режиссёра его поставить снизу экрана, чтобы наша зрительница его переписала себе. 67-63-91. 67-63-91. Да, вы мне скажете, какой у вас ОСНД, и я проверю, зарегистрировано ли теперь это предприятие, как получатель с лицевыми счетами для перечисления денег по льготам и субсидиям. То есть это не только субсидии касается, это касается и льгот. Но в любом случае деньги, начисленные субсидии или льгот, не пропадут. Делается переброска с июля месяца или с того месяца, когда официально будет этот ОСНД принят в соцзащите, и деньги переброской будут перечислены. Спасибо. У нас есть следующий звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. У меня два вопроса. Первое. Изменился ли объём потребляемого газа, исходя из которого начислялась субсидия в прошлом году? И второе. Если раньше одиноким начислялась субсидия свыше 10% дохода, то теперь свыше 15%. Спасибо. С мая месяца объём потребляемого газа рассчитывается из учёта 5,5 кубов на 1 квадратный метр. Было 7 кубов. Ну и естественно, что сама сумма, которая участвует в расчёте субсидии, она будет несколько меньше. Что касается процентного начисления субсидий, исходя из совокупного дохода семьи, то с мая 2015 года он разный. Нет чётко установленных ни 10%, ни 15%, ни снижения процентного соотношения в связи с экономным использованием услуг, как это было раньше. То есть всё зависит от количества зарегистрированных членов семьи, их дохода среднемесячного. Но при расчёте вот этого процентного соотношения обязательного платежа, который участвует в расчёте субсидии, это формульный расчёт, установленный постановлением Кабинета Министра Украины, участвует такой показатель, как 15%. Это средний, среднеусреднённый показатель, который мы применяем при определении обязательного платежа. Он может быть и 8%, и 2%, и 12%, и если была совершена крупная продажа, и если её учесть в совокупный доход, то это может быть 40-50%. То есть всё зависит крайне индивидуально от среднемесячного дохода членов семьи, которые зарегистрированы в помещении, и их количества. Хорошо, спасибо. Пока нет звоночков, давайте вот ещё, может быть, о каких-то нюансах есть смысл сказать нашим зрителям, который тоже типовой случай. Есть смысл сказать, не столько типовой случай, сколько изменения, которые не исправлены, а положение нашего порядка назначения субсидий, которые изменены, это что касается возможности назначения субсидий по доходам за 3, вот помним сначала 3 было месяца, потом 6 было месяцев, значит, сейчас у нас такой возможности нет. Мы с мая месяца, когда говорили о порядке назначения субсидий, говорили о том, что мы совокупный доход определяем для всех членов, участвующих в программе жилищных субсидий, только на основании предыдущего календарного года, с 1 января по 31 декабря. Этим положением мы пользовались ровно 4 месяца, вот с сентября месяца для неработающих на момент обращения пенсионеров в доход мы берём только пенсию за предыдущий месяц, то есть во все 12 месяцев мы ставим пенсию за предыдущий месяц, при этом не учитывая те доходы, которые были в предыдущем календарном году. Это только пенсионеров касается? Это только неработающих пенсионеров. Если пенсионер работает, если пенсионер работает на полставки, если пенсионер считает, что он не работает, а где-то подрабатывает по договору цивильно-правового характера, выполняет какие-то работы, получаем мы данные из фискальной службы, и если эти доходы нам предоставляются, то воспользоваться вот этим вот моментом при назначении субсидий мы не можем. Но если человек работал в 2015 году, а на момент обращения то ли в сентябре, то ли в октябре, он уже неработающий пенсионер, то в доход мы возьмём только последний месяц. Последний месяц. И я всегда, когда выступаю, я прошу очень ответственно наших получателей, наших граждан, которые обращаются, относиться к той информации, которую вы нам предоставляете. Эта информация проверяется. Может быть, она проверяется не так быстро, как нам с вами хотелось бы, потому что иногда возникают такие вопросы. Вот я написал и что-то забыл, не дописал. А вы должны проверить, почему вы это не сделали. Да, мы должны проверить и проверяем. Но программные средства и наша система, так сказать, отчётности в налогообложении не позволяет нам… То есть на сегодняшний момент мы можем получить информацию за предыдущий календарный год. То, что происходило вот на момент обращения, что касается и крупных продаж, и покупок, то есть это мы можем определить спустя некоторое количество времени. И, конечно, возникают неудобства, возникает недовольство людей о том, что… Субсидию назначили, а потом забрали. Да. Вот отсюда и слухи, может быть, растут о том, что забирают субсидию. Ага, может быть. Добрый вечер, мы в эфире слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, например, кончается месяц, мне надо платить опять. И я уже писала два заявления, у меня была субсидия, я писала два заявления. Вот. Как мне сейчас писать, какую субсидию, прошлогоднюю или летнюю писать, или как мне поступать сейчас, в данный момент. Вот я сейчас буду платить за всех, за газ. Вы имеете в виду из какой, из расчета чего платить, или что вы имеете в виду? Да, 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 я могу мне субсидию отнимать. Как мне. Спасибо. То есть речь идет о том, что закончился неотопительный сезон, начался отопительный сезон. И люди, естественно, ждут перерасчета субсидии на отопительный сезон и следующий. То есть с учетом отопления это гораздо уже другие суммы, другие платежи, которые людям нужно платить. И начало осени, ну, октября было холодным, жители, которые пользуются, имеют возможность пользоваться индивидуальным отоплением, конечно, включали вот эти газовые приборы свои, какое-то количество кубометров газа нагорело. А в этом году у нас нет льготных 200 кубов, которые в прошлом году были по 360, извините. Сейчас мы все будем платить по 7 гривен. Поэтому вполне резонный вопрос о том, как же человеку сейчас при нагоревших количествах кубов, которые есть, как оплачивать коммунальные платежи. Значит, что я должна сказать, что перерасчет по частному сектору, вернее, не по частному, но так мы называем, по частному сектору, по индивидуальному отоплению сделан больше 30 тысячам получателей субсидий. То есть эта информация есть. Перерасчет по, извините, по индивидуальному отоплению 15 тысяч. Перерасчет затянули мы с перерасчетом по квартирам, где централизованное отопление. Здесь с началом отопительного сезона вышло распоряжение, мы начали делать перерасчет. Да, но это больше 30 тысяч этих перерасчетов сделаны. То есть сведения о том, какая субсидия назначена, будет обозначена в распечатках городского расчетного центра, которое люди получат. То есть есть смысл дождаться, я так понимаю, дождаться этих получения распечаток и только после этого идти платить? Да. Там, где индивидуальное отопление в частном секторе, куда не приходят эти распечатки, то нужно позвонить, обращаться в Управление социальных выплат и компенсаций, узнав о результате субсидий. Эти поведомления можно получить и в Управлении социальных выплат, и в отделении территориального центра. Но есть количество людей, их около 10 тысяч, это люди, у которых в сентябре закончилась субсидия. То есть не которые пролонгируются, продолжаются, а те люди, которым нужно делать перерасчет в связи с тем, что у них закончился срок назначения субсидии. То есть процедура назначения субсидий идет как в первый раз, только без обращения людей. Делаются запросы в коммунальные предприятия, делаются запросы в фискальную службу, делаются запросы в жилищную контору по поводу состава семьи. И только при условии совпадения всех данных, которые были предоставлены нам в предыдущей декларации, и той информации, которую мы получили из всех этих организаций, то есть когда эти пазлы все совпадут, мы имеем возможность назначить субсидию. Чаще всего эта информация не соответствует то ли одному, то ли второму, то ли третьему. То есть мы не будем скрывать, что при изменении состава семьи кто-то выписался, кто-то прописался, кто-то родился, кто-то, не дай бог, умер. Мы не спешим пройтись по организациям с новой справочкой о составе семьи, чтобы зафиксировать действительное количество зарегистрированных. Это не важно, да, потому что у большинства людей счетчики есть. Поэтому люди думают, что да, я еще по счетчику использую столько, сколько использую, зачем мне куда-то идти и что-то менять. Но тем не менее законодательные требования таковы, что мы должны это все выверить, и только при наличии информации, которая совпадает, мы можем назначить субсидию. Вот в этом смысле может быть задержка. Спасибо. То есть другими словами, вот для той женщины, которая звонила, дождитесь эту платежку, если нет, тогда обратитесь в соцслужбу, а в размере назначенной субсидии. Правильно? У нас есть следующий звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Спасибо, что подождали. Я прошу прощения, у меня вот такой вопрос. Значит, у меня была в том году субсидия, у меня прописали дочка и сын. Значит, сын вообще уехал жить раньше, а дочь уехала сейчас. Они уехали в Киев, в Киеве работает. Как мне быть сейчас, в этом году? Спасибо. Ну, тут вопрос о том, как вам назначалась раньше субсидия. Если раньше вам субсидия назначалась без учета сына, который уехал раньше, назначалась она наверняка решением комиссии. И если вы хотите оставить такое положение вещей, такое состояние размера субсидии, которое вам назначили, которое сейчас может быть перерасчитано, то обращаться вам не нужно. Если вы хотите задекларировать отсутствие еще одного члена семьи, который фактически не проживает, а зарегистрирован, значит, нужно обращаться в управление социальной защиты с заявлением и декларацией. То есть субсидия предыдущая прекращается, вам назначается субсидия на то количество фактически проживающих людей, которое есть. Но эта субсидия назначается решением комиссии. Решение комиссия принимает на основании акта обстраживания материально-побытовых умов семьи, который составляет государственный социальный инспектор наших органов соцзащиты, и на основании документов, которые подтверждают, что человек действительно, и что человек проживает где-то в другом месте, по долгу службы, по работе, или поехал учиться. То есть для того, чтобы решить этот вопрос, вам нужно обращаться в любом случае в управление соцзащитой и предоставить эти документы. Спасибо большое. У нас осталось две минуты, насколько я понимаю, программы. Я вот хочу вам две минуты эти отдать, потому что понимаю, что вам есть много чего сказать. Вот что вы считаете самое важное, пожалуйста, нашим зрителям за последние две минуты. Я хочу обратить внимание наших телезрителей о том, что опять же с теми изменениями в законодательстве, которые были внесены в сентябре месяце, некоторым категориям получателей придется обращаться заново. То есть мы декларировали о том, что вы один раз оформили субсидию, больше в управление соцзащиты не приходите. Но жизнь не стоит на месте. И получатели, особенно обращая внимание, получатели субсидий на уголь. То есть раньше эти субсидии, во-первых, эти субсидии назначаются один раз на один текущий год. И в этом году мы их пересчитывали. Сейчас для назначения субсидий на следующий год, на 2017 год, нужно будет обратиться в управление соцзащитой. Также это касается семей, у которых в прошлом отопительном сезоне размер субсидий был ноль. Их мы пересчитывать тоже не будем. Им нужно обращаться в управление соцзащитой. И семьям, которым была назначена субсидия по договору АЭНДы, то есть которые не прописаны в помещении, но оформили договор АЭНДы, для продолжения субсидии также нужно будет обратиться в управление соцзащиты. Спасибо, Лена, за то, что были. Вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на вопросы наших зрителей. Для наших зрителей хочу вот на что акцентировать внимание. Мы специально сделали такую серию программ каждую среду, о которых рассказываем о новшествах и о том, что вас ждет. Вот о субсидиях, это уже, если мне память не изменяет, четвертая или пятая программа. И, в принципе, вопросы практически одни и те же. Следите за эфирами, мы всегда рассматриваем все вопросы, которые могут возникнуть заранее. Иногда гораздо лучше обратиться своевременно, чем потом уже в попыхах бежать. На этом я хочу с вами попрощаться. Спасибо, что были с нами. До следующей среды. И, как всегда, в среду в передаче «Богорячая линия» у нас будет актуальная беседа с представителями муниципальной власти. Мы расскажем о тех новшествах, что ждут наш город в разных его отраслях. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok